Зубная щётка Зубная щётка Забыв, что я и так всё время слышу их Как оставаясь незамеченным у всех на виду Осуществляю наблюдения свои круглый год И честно вам признаю, что уже лет десять не жду Что вдруг от них услышу новый анекдот Но тот, кто Вовочкой зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на этап А дело в том, что все должны как можно раньше понять Это ничего смешнее просто наблюдать Зубная щётка Мне обещают самый главный секрет Когда я вырасту, как будто я хочу его знать И вся беда в том, что хотел бы я того или нет Мне всё равно придётся всё же вырастать Но тот, кто Вовочке зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на этап А чтоб вы сами убедили, что я правда сказал Я допою, а вы смотрите сериал По-моему ребята Ребята меня не любят. С чего ты взяла? Вчера мама договорилась с дядей Лёвой, что он проведёт со мной и папой сеанс психоанализа. Неблагодарна это дело. Скажите, здесь принимают психоанализы? Проходите, проходите, пока открыто. Посидите, я сейчас закончу. Что это тебя так развеселило? Только что понял, что такое парапсихология. Ну и что это? Парапсихология, это когда входишь в кабинет к психологу, а их два. Значит, вчера было клёво. Не то слово. С похмелья руки с утра трясутся. Стал расстёгивать пижаму, отлетели пуговицы. Взялся за его портфель, отпала ручка. В туалет боюсь идти. Я думаю, всё-таки стоит рискнуть. А то весь сеанс будешь думать совсем о другом. В смысле, только об этом. Хорошо. По коридору последняя дверь направо. Ну, герой. Дядя Лёва, а как вы ставите диагноз? Ну, есть много способов диагностики. Ну, например, капаю копельку чернил на бумагу, размазываю и спрашиваю у пациента, на что это похоже. И что? Ну, сексуальный маньяк видит женщину. Шизофренику мерещатся разные чудовища. А садистам кажется, что это кровь. Свободен? Секундочку. А хочешь на нём попрактикуемся? Давайте. Входите. Нет, док, столько я тебе заплатить не смогу. А сколько заплатите? Это аванс. Ну, что же, прекрасно. Моя психологическая проблема решена. Теперь приступим к вашей. Слушаю. Мучает бессонница. Как только засыпаю, снится мне пачка баксов. Пачка новенькая такая, баксы хрустящие. И вот я пересчитываю, пересчитываю. А никак одной бумажке досчитаться не могу. Не хватает. А может быть, вам во сне попробовать пересчитывать не доллары, что-нибудь менее волнующее. Верблюдов, например. Пробовал. Вот верблюдов я и пробовал. Не помогает. До девяносто девяти всё в порядке. А сотый приходит и говорит. Мужик, всё равно у тебя одной бумажки. Не хватает. Может быть, вы не заплатили налоги, поэтому так беспокойно спите. Да нет, налоги я всегда с радостью плачу. Не помогает. Что вы говорите? Значит, вы утверждаете, что налоги вы платите с радостью. Да. Давно это у вас началось? Как началось? Бессонница. Да, я вижу, что вас мучает серьёзный недуг, который отравляет вам жизнь. Прошу вас, док. Тише. Он уже в коридоре. Слышишь, друг, а может, всё это от того, что я думаю о тысяче дел сразу? Возможно. Я вам посоветую перед сном выпивать 150 граммов касторки. И я сразу усну? Нет. Но зато думать будете только об одном. Хорошо, спасибо. А со мной ничего серьёзного? Нет. Ну что ж. Ну, знаете, общая атмосфера на планете, геополитическая обстановка, экология, плохая среда. О! Я тогда в четверг приду. Следующий. Слушаю вас. У вас только что был мой муж. Да-да, я ему сказал, что у него ничего страшного. Доктор, а вам не кажется, что у моего мужа развивается комплекс неполноценности? Возможно. Но я думаю, что с вашей помощью мне удастся его вылечить. Нет, что вы, доктор, вы неправильно меня поняли. Я поэтому и пришла к вам одна. Посоветуйте, что делать для того, чтобы он никогда в этом не разубедился. Скажите, а вы сами ни на что не жалуетесь? С вами за последнее время не произошло никаких серьёзных перемен? Вроде нет. Хотя, я перестала получать удовольствие от колбасы. А что вы с ней, простите, делаете? Я её ем. И всё? Попросите зайти мужа. Я думаю, что я смогу выполнить вашу просьбу. Спасибо, доктор. Тяжёлый случай. Да. Я думаю, лекарства здесь не помогут. Вот что, голубчик. Ваша супруга страдает от одиночества. И если вы хотя бы раз в неделю не будете заниматься с ней сексом, она умрёт. Что вы говорите? Спасибо, доктор. Ну что? Что, что, помрёшь ты? Она правда умрёт? У меня был случай. Один пациент по всем диагнозам должен был умереть ещё 10 лет назад. А он до сих пор жив. Почему? Потому что, если человек по-настоящему хочет жить, то медицина тут бессильна. Ну, всё в порядке? Не сказал бы. Похмелиться бы. Знаешь, что такое похмелье? Это та же пьянка, только с утра. Ладно, в последний раз. Ну там, в черепе возьми. Пиво, это лучшее доказательство того, что Бог существует, любит нас и хочет, чтобы мы жили счастливо. Что делать-то будем, а? Теперь бы водочки. Самому-то не надоело? Надоело. Не поверишь. Бреюсь. На ощупь. В зеркало смотреть противно. Послушай, многие утверждают, что алкоголь заменяет витамины, протеин, аминокислоты, жиры. Но поверь мне, что со временем он также заменяет жену, детей, квартиру, работу и родину. Что же теперь делать? Бросить похмеляться. Почему? Потому что по статистике, если похмелье не лечить, проходит за один день, а если лечить, дней за десять. И все? И все. Ну ладно, я подумаю. А сейчас, извини, мне на работу пора. Поможет? Не помешает. К тебе пресса. Здравствуйте. 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 Слушаю вас. Мы снимаем передачу о вашей поликлинике. Я хотел бы задать вам пару вопросов. Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, существует ли в психиатрии какой-нибудь универсальный тест, позволяющий определить, что пациент окончательно излечился? Конечно. Конечно. Как правило, мы набираем полную ванну воды, рядом кладем чайную ложку и большую кружку. И даем пациенту простое задание. Избавиться от воды в ванне. Ага, ну понимаю, понимаю. Конечно, нормальный человек выберет кружку. Нет. Нормальный человек вытащит пробку. Скажите, а с кем я еще из врачей могу поговорить? Я предлагаю вам воспользоваться случаем и поговорить с нашими стоматологами. Я думаю, что в другой ситуации это было бы затруднительно, да? Да. Пойдемте, я вас познакомлю. Вова, сиди здесь, никуда не уходи. Я скоро. Можешь посмотреть кассеты. Прошу. Спасибо. Моему брату приснился кошмарный сон. Вы представляете, Джулия Робертс, Дэми Мур и Клаудия Шифер, а также его Роза, дрались между собой за него. Где ж тут кошмар? Ага. Победила его Роза. В нашей армии нужны умные люди. А туда идут только здоровые. Вот, например, наш полковник. Ему говорят, товарищ полковник, у вас жена гуляет. А он говорит, пускай гуляет, она тепловодета. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Слушаю. Меня очень беспокоит здоровье нашего курсанта Анухина. А что случилось? Кричит по ночам. Что кричит? Наташа кричит, иди ко мне, Наташа. А вы разве Наташа? Нет. Ну так успокойтесь и не ходите к нему. Ну, с ним даже с ума не сойти. Напиши мне, пожалуйста. Я очень по тебе скучаю. Это правда. Признаюсь честно, мне с детства не везло с женщиной. С самого младенчества. А мне даже родная мать грудь с ней давала. Говорит, я тебя люблю, конечно. Но давай останемся просто друзьями. Слушайте, говорят, Хайм женился? Так и да. И что, удачно? Так и нет. Окна во двор. И как ему его жена? А знаете, сколько людей, столько мнений. Маме нравится, ему нет. Ага, между прочим, его мать мне рассказывала, что он недавно ходил к психиатру. Вот. И у него обнаружился Эдипов комплекс. А, слушай, Эдипов, Эдипов. Ну? Лишь бы мамочку любил. Да. А я видела, как ты хлопнул по заднице свою новую секретаршу. А, ничего себе. Ну, извини, я думал, что это та прежняя. Не, ну ты все время подозреваешь меня в супружеской неверности. А у меня, между прочим, еще ни разу не было даже романа на стороне. Вот ты о себе можешь такое сказать? Да, могу. Только не с таким честным лицом. Вы ко мне? Да. Минутку. Так, дружок, давай-ка я сейчас приму еще одного пациента, а потом мы с тобой поговорим. Входите. Я вас слушаю. Понимаете, доктор, мне всегда было сложно привезти домой женщину. Почему? Ну, сначала из-за родителей, а теперь из-за жены. Понятно. Давайте проведем с вами психологический тест. Скажите, что вам это напоминает? Э, ну, это кровать. Ну, если женщина ляжет так, то мужчина ляжет вот так. Хорошо, а вот это? Ну, это тоже кровать, но только круглая. А здесь, если женщина ляжет вот так, то... Да, понятно, понятно. А вот это? Доктор, вы что, сексуальный маньяк, что ли? Не, ну, маньяк какой-то. Пошли. Ну, а теперь с тобой. На что жалуетесь больной? Доктор, когда я встаю утром, то еще полчаса на ходу сплю. Что мне делать? Вставать на полчаса позже. Спасибо. Постой, послушай. Быть универсальным хулиганом, это очень хлопотно. Гораздо проще хорошо учиться и хорошо себя вести, чтобы не привлекать к себе внимание. Понимаешь, о чем я? Кажется, понимаю. Запомни на всю жизнь. Чем меньше у тебя пороков, тем больше времени, здоровья и денег ты можешь тратить на каждой из них в отдельности. Иди. Все-таки прав был старик Фрейд. Психоанализм — это наука. А правда, Василий Иванович, что нельзя войти в одну реку дважды? Это правда, Петька. На Урал пошли, докажу. А вот застукают тебя, к примеру, на Маковом поле. Как ты будешь отмазываться? Зачем, спросит, сорвал цветочек каленькой? Дочка, скажу, просила. Настенька. Сколько время? Не знаю. У тебя что, часов нету? Есть. А че ж ты их не носишь? Да не знаю, как-то неудобно. Этот маятник, кири. Болтун. Ну-с. Как тебе удается выглядеть таким свежим после стольких часов общения с пациентами? Ну, а ты... Ты что, их слушаешь? Ну, что мои? Ну, в общем, не все так страшно. У мужа твоего явное раздвоение личности... Господи, какой ужас. Успокойся. Я люблю лечить людей с раздвоением личности. А что? Были интересные случаи? Ну, не в этом дело. Просто я, как правило, каждую личность уговариваю платить за себя отдельно. К твоему мужу не относятся. А что Вова? А вот Вова... Вова, как мне кажется, все понял. Ты думаешь? Понимаешь, определить диагноз, назначить лечение, это не сложно. А вот убедить пациента в том, что у него именно это заболевание, вот тут нужен особый талант. Чем это мы сегодня так огорчены? Кажется, я только что совершил врачебную ошибку. Что случилось? Представляешь, я только что посоветовал больному бронхитам теплее одеваться. Ну, правильно сделал. Вот уходя, он одел мою дубленку. Пойду звонить в милицию. Извини. Здравствуйте. Если это родители, пришлите мне немного денег. Если это кто-то из моих приятелей, то вы должны мне деньги. Если это девушки, у меня куча денег. Свое сообщение оставьте после гудка. Пип! Алло. Да, он здесь. Хорошо. Иди. Твоя дубленка вернулась. Господи, Боже, слава Богу. Ой, однозначный неврастенник. Как ты их всех различаешь? Да все очень просто. Чтобы отличить неврастенник от шизофреника, нужно ему задать один и единственный вопрос. Сколько будет дважды два? И как они должны ответить? Шизофреник, как правило, считает, что дважды два – это пять. И совершенно спокойно. А неврастенник думает, что дважды два – четыре. Но при этом безумно волнуется. Может, сходим куда-нибудь? Нет, мне пора дам. Правильно в нашем институте говорили, что женщина-психолог – это не психолог. А мужчина-психолог – это не мужчина. На. Попробуй суп. Че это вдруг? Это тот же суп, который ты всегда ешь. Попробуй. Нина, я тебе когда-нибудь готовила плохой суп, а? Я тебе говорю, попробуй. Ну, хорошо, хорошо, попробуй. А где ложка? О. Че? Ой. На. Ну, как? По-моему, чего-то не хватает. Этого не может быть. Я сам видела, как бабушка клала в суп все, что попадалось под руку. Не говори ерунды. Че пить будешь? Томатный сок. Ты что, будешь пить кровь мертвых помидоров? Господи! Что это теперь? Потому что не надо было отправлять ребенка к психоаналитику. Что случилось? Да вот. Обсуждаем твоего психоаналитика. Почему моего? Вообще, что вы можете обсуждать? Психоанализ – это очень сложная наука. А по-моему, ничего сложного. Вот, пожалуйста, написано. Психоаналитик – это человек, который за ваши деньги дает вам полезные советы. Которые вы давали другим уже бесплатно. Привет. Как дела? Ты что, в этом ходила на дискотеку? Да. Немедленно оденься и ложись спать. Ну, а ты сделал выводы из беседы с дядей Левой? Сделал. Какие? Своим поведением мы можем убить нашего попугая. Он может умереть от огорчения. Это почему? Потому что мы слишком много разговариваем, что не даем ему ставить ни слова. Ой. Пусть подумают над моими словами. В следующий раз не будут отправлять меня к психиатру. А насчет вывода он таков, что если вас выписали из психиатрической лечебницы, то не думайте, что вы выздоровели. Просто вы стали такие, как все. Подумайте над этим. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»